Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами сыграем крайне залипательную игрушку под названием To The Core, где мы с вами будем разрушать целые планеты. Разрушать планеты мы будем при помощи вот такой вот буровой установки, которая потихонечку будет откусывать куски от самых разных планет. А чем больше мы с вами планет сможем разрушить, тем эффективнее, конечно же, станет наш дрон, так как все ресурсы, которые мы с вами добудем, сможем конвертировать в деньги, а за деньги приобрести себе самые разные улучшения. И, ребята, игрушка дико залипательная, мне бы хотелось с нее поиграть побольше вместе с вами, поэтому, надеюсь, лайкосами вы поддержите. Давайте наберем 2000 лайков, чтобы следующая серия вышла максимально быстро. Поэтому лайк давай ставь. Ну, а тем временем, смотрите, мы с вами добываем потихонечку планету, у нее есть несколько слоев. Верхний слой у нас железо, посередине у нас находится силикон, вот этот вот желтенький, красный, это у нас алюминий, а в самом центре находится ядро, которое нужно нам расфигачить. Ну, понятное дело, сейчас я явно не смогу расфигачить, потому что, ну, видите, как я медленно все это дело добываю. Поэтому сейчас ресурсы мы реализуем в какие-то более крутые улучшения. Ну, а пока я потихоньку добываю, я хотел сказать, что сегодня кодовое слово будет БУР. Поэтому пиши БУР или все, что связано с БУРом, и за это получишь из меня лайк в комментариях. Ну, а тем временем заходим мы в магазин, у нас есть вот такие прокачки, у нас есть прокачка видения планет, мы с вами можем увидеть больше планеты, как раз-таки БУРится где-то еще дальше, чем на этой планете. Можно прокачать, в принципе, само по себе бурение, чтобы оно было более эффективное. Можно прокачать стоимость руды, которую мы с вами будем добывать, и увеличить количество топлива, которое есть в нашей машине. И это очень важно, поэтому топливо я постараюсь эффективно довольно прокачать. Плюс я хочу, чтобы наша руда была максимально дорогой, поэтому сразу же туда вкладываю все наши деньги. Ну и топливо, конечно, тоже это важно, поэтому да. Еще можно зайти во вкладку ресурсов и продать то, что у нас осталось. За это как раз-таки мы получаем просто деньги, и за эти деньги можно взять еще некоторые апгрейды. Ну и давайте посмотрим, насколько мы с вами стали эффективнее, насколько же мы лучше теперь сможем буриться, и насколько же больше мы денег получим. Вроде в прошлый раз я получал где-то по семерочке, сейчас получаю вроде по 10 монеток, просто за то, что я бурюсь. Ну и, понятное дело, гораздо больше ресурсов в принципе мы с вами получаем, и чем больше мы с вами получаем ресурсов, тем выше наше мастерство владения этим ресурсом, и за счет этого мы его добываем с каждым разом эффективнее и эффективнее. По мне так это офигенски. Блин, хочу скорее добраться до ядра и его разрушить, конечно, но пока получается только вот так вот потихонечку откусывать маленькие кусочки. Но в целом хотелось бы поскорее открыть себе апгрейд самой нашей бурильной машины. Хочу, чтобы она стала прямо супер-мега-лютой. Кстати, если игрушка вас заинтересует, ссылочка на нее будет у меня в Телеграме. Ссылка на мой Телеграм в описании находится, поэтому заходите туда, все дела. Так, и смотрите, хорошо идем. Я прям много-много смог покопаться, и 2500 мы железо с вами собрали. Железо я, пожалуй, наверное, продам, потому что все остальные апгрейды требуют денег, поэтому просто пойдем продаваться. Это у нас 3000 баксов мы получили. Так, хочу более круто буриться, поэтому давайте прокачаем это дело. И я прокачал на максимум Drill Damage, поэтому сейчас будем фигачить максимально люто. И у нас еще Gravity Lock появился. Мы с вами сможем не отталкиваться, когда будем буриться. То есть мы с вами нажимаем Shift, и после этого я вообще спокойно так начинаю все профигачивать, не отлетая в разные стороны. Поэтому этот апгрейд определенно нам нужен, и нужно на него максимально быстро накопить. Так что сейчас будем стараться это делать. Так, давай-ка вот сюда вот сейчас забуримся. По 20 монет, кстати, стал получать хорошо, или 20 урона наносить. Не совсем понимая, что вот эти циферки значат. Но, в общем-то, главное, что их становится только больше, и все такое. Не 20 монет получаю, потому что это урон, значит. Потому что 20 монет явно не добавляется в правый верхний угол. Так что это 20 урона я наношу. Все, понял, окей. Кстати говоря, по поводу прочности руды вроде бы написано у нас на самой планете, если не ошибаюсь. Да, 20 железа, 10 силикон. Не, наверное, вряд ли, вряд ли. Это, скорее всего, количество просто, которое есть. Да, это размер. Так, окей, ладно. Значит, прочность, видимо, самому придется вычислять, или что-то в таком формате. Ладно, сейчас еще разочек мы с вами закопаемся, забуримся. И после этого я хочу купить, конечно же, тот прекрасный апгрейд, чтобы я мог просто взять и впиться в планету на огромной скорости, и пробить ее как можно дальше. Так как меня интересует ресурс под названием силикон, который я добыть пока что не могу, так как до него просто не достаю. Приходится очень много тратить своих сил, своего топлива на железо обычное. А силикон вроде как ресурс более высокого качества. А если высокое качество, значит за него и заплатят больше. А если заплатят больше, значит и апгрейды быстрее новые возьму. Вот в чем логика, конечно же. Так, ну, я потихонечку вроде докапываюсь, но, как видите, постоянно отлетаю. Это очень удобно. Кнокбэк, конечно, это весьма неприятная штука в данный момент. В целом-то она, конечно, полезная, но сейчас мне она совсем не нужна. Ну ладно, сейчас топливо заканчивается, мы с вами взрываемся, отправляемся сюда и пойдем-ка докупим эту штуку. Для этого нужно продать все, что я насобирал, поэтому продаем, конечно же. И покупаем Gravity Lock, который у нас в одном экземпляре. Да, один из одного, отлично, прекрасно. Так, следующие апгрейды за силикон делаются и за железо. Ну вот здесь можно за деньги как раз-таки взять Coin Siphon, чтобы у нас каждый раз, когда мы дамажим блоки, часть из них конвертировалась сразу же в деньги. Так, ну и давайте проверяем. Вау! Сразу же, смотрите, как я эффективно забурился! Шикарно! Ну так гораздо быстрее, конечно, добыча у нас пойдет, если сравнить с тем, что было до этого. Я понимаю, что до силикона я особо не добираюсь, но зато, посмотрите, какая скорость добычи, в принципе, стала у меня. Я никуда не отлетаю и сразу получаю то, что хочу. Конкретно сразу же ресурсы, которые находятся вокруг меня. И это супер-мега-ультра-классно-прекрасно и все в таком формате. Так, ооо, вот прям вот так вот, если можно... Можно даже по косой как-то зайти вот таким вот образом. Так, по-моему, даже эффективнее, если я вбок иду. Да, слушайте, давайте по косой вот так вот идти. И получать еще больше железа. Да, я хотел силикон, но, как я вижу, я слишком быстро разваливаюсь, поэтому пока что в основном деньги будем зарабатывать при помощи железа. Вполне себе метод, кстати. Так, все, вот так вот быстренько забурился. Хочу, и, конечно, еще мастерство железа прокачать побольше, но пока что без этого, видимо, так. Ага, шикарно. Сколько мне хватит на прокачку? Так, я как раз-таки все именно железо добывал, чтобы мы сильнее топливо проапгрейдили. Еще есть второй прокач... Второй уровень прокачки топлива за деньги чисто. И еще появился за силикон у нас укрепление нашего корпуса брони. Это хорошо. И за силикон еще можно увеличить количество руды, которое мы будем с вами переплавлять. Блин, силикон штука важная. Нужно добывать силикон как можно больше и как можно круче, поэтому скоро я до него доберусь, ничего не знаю. Но пока что у нас железо. Зато смотрите, сколько у меня топлива стало. Офигеть просто. А вот и силикон, кстати, я до него добрался. Дамага наносит он мне просто немерено. Но зато теперь я добываю силикон хоть как-то. И это круто. Плюс мастерство прокачиваю. Хорошо. Теперь я могу и железо, и силикон добывать вместе. Алюминий я сомневаюсь, что я сейчас могу добывать. Но уже что-то новенькое, уже что-то хорошенькое. Так, давай, 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 давай. Главное вращаться постоянно. Если что, я управляю своим дроном немножечко. Я ВСД там нажимаю, двигаю влево-вправо. Но он тут все равно немножко отскакивает. Хоть у меня и стоит запрет на отскакивание, по сути. Но ресурс слишком крут, поэтому у нас все равно отбрасывает. Так, я получил еще прокачки. И хочу, например, что же я хочу? Наверное, количество дропа хочу увеличить. Поэтому вот эту штуку прокачаю. Остальное за деньги прокачаю. Можно еще бур прокачать. Давайте вот за силикон прокачаем сам бур. Сифон, чтобы денег побольше было. За железо прокачаем топливо. Из остатки силикона прокачаем еще немножечко армора. Чтобы так быстро я не разваливался. Чтобы было все немножечко приятнее. Ну-ка, если я прям вот так вот в наглую пойду. То вроде получается. Но что-то как-то так. Эээ. Эээ. Слабовато. Эффективнее, как будто если чисто двигаться вбок. Вот так вот. И вокруг вращаться. И все собирать. Все, что есть. Поэтому, наверное, буду вот так как раз таки продолжать. Добивать все остальное. Кстати, что интересно. Здесь еще должны быть, по идее, орбитальные всякие лазеры. Просто лазеры, которыми я смогу пользоваться. Но это, видимо, чутка позже. Откуда я про это знаю? Скажете вы, типа. У тебя же еще этого нет. А тут был такой прикол, что я зашел в настройки управления. И там написано, что левая и правая клавиша мыши нужны для использования лазера. Но сейчас у меня лазера явно нет. Но в дальнейшем было бы интересно увидеть, как это фигачит лазером по планете. А то и, может быть, здесь есть какая-нибудь атомно-ядерная ультра-мега-бомба, которая просто может ваншотнуть все это добро. Я был бы очень даже не против, если такое у меня уже появилось в арсенале. Но, наверное, это что-то более для дальней игры. И самое интересное, конечно, скорее добраться до ядра самого. Хочу узнать, что он там в себе прячет такого ценного. Так, ладно, алюминий и все. Ой, фу, алюминий и силикон все можем хоть как-то добывать. Я сейчас вот пойду, быстренько сейчас об него разобьюсь и пойдем что-нибудь прокачаем. Не знаю, мне, наверное, не хватает урона, потому что я не отскакиваю так, как бы хотелось. Поэтому надо, наверное, прокачать что-то в самом бурении. Поэтому давайте качнем. Так, вот до девятого уровня качнул. Еще плюс что-то продать могу, но прям много продавать мне не нужно. Я буквально хочу... Сколько мне там нужно будет денег? Буквально две тысячи нужно заработать, поэтому вот так вот продам железо чутка и куплю себе последний уровень бурения. Все прекрасно. Дальше можно топливо докупить на остатки железа, а либо же купить побольше брони. Броня меня больше интересует, поэтому я в броню вложусь. И еще нужно взять вот этот апгрейд, чтобы открыть другие планеты, поэтому до него тоже сейчас доберемся. Так, все в Solar System, погнали. Так, Home Eye или Home 1. На нем как раз-таки мы снова оказываемся. Ну-ка, теперь меня будет... О, меня теперь не откидывает, так как до этого. Слушайте, круто. И алюминий, я собрал кусок алюминия. Первый ресурс у нас более высокого качества. Круто. Вот что я и хотел до этого получить. Так, и теперь уядрить, как я могу жестко крутиться просто, посмотрите. Все, вот так вот беру, забуриваюсь. У меня ХП вообще не тратится, добывая ресурсы безнаказанно. Так, силикончик сейчас с вами соберем побольше. Конечно, силикон меня еще дамажит хоть как-то, но все равно, смотрите, сколько всего я могу собрать. Просто обалденские. 20 тысяч силикона просто за один заход. Я до этого там тысячи и две-три получал, тут двадцаточку. Ну, понятное дело, что там еще прокачка у нас была на количество ресурсов, но все равно круто. Еще и деньги постоянно прибавляются у меня, что также меня не может не радовать, конечно. Конечно, посмотрите, справа сверху, как у нас быстро стало бабло прибавляться. До этого у меня-то пару баксов только как-то добавлялось. А здесь уже прямо вот такие солидные суммы. Так, но только проблема в том, что я вот в алюминии, если влетаю, то алюминий меня так фигачит, что я просто отправляюсь в помойку тут же моментально. Так, блин, вот теперь интересно, что дальше-то прокачать. Бурилку прокачать алюминиевую. А, трастеры появились. Так, позволяет летать при помощи стрелок, судя по всему. Ну, так, а насколько мне это полезно? Потому что я вроде как бы просто летаю и бурюсь, и не то, чтобы я это сейчас хотел. Наверное, попозже приобрету. Так, вот это меня интересует. Я хочу вот за силикон прокачать максимально or refine. Так, ну, бурилку, конечно, придется взять по-любому, так как бурить еще круче. Это весьма полезно. Так, больше брони за остатки силикона. Я почти же до максимума докачал. Железо оставшееся конвертируем в это. Топливо добавим. И вот еще coin siphon, как вариант, можно добавить. Все, хорошо прокачались прямо, классно. Поехали. Так, сейчас еще круче должно все получиться. И еще больше ресурсов за раз должно выходить. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Так, врываемся в силикон. Сейчас его будем рубить, кромсать, собирать. Так, сейчас потихонечку доберемся до алюминия. И он меня, наверное, откидывает. Начнет, да, он меня также откидывает. Но вроде не так жестко хп стал терять за счет прокачки брони. И смотрите, я даже начал хоть как-то добывать алюминий. Это хорошо, это следующий шаг в нашем развитии. Прекрасно, не зря все остальное делалось. Так, ладно, тогда если меня туда не пускают, я буду вот в эту сторону буриться. Намного круче, когда меня не откидывает, конечно. Если откидывает, это прямо, по большей части, все это руинит. Если меня откидывает, я хочу вот, хочу максимально быстро двигаться. Так, можно, конечно, выключить отталкивание. Отталкивание, точнее, чтобы нас, наоборот, начало отталкивать. Но что-то, по-моему, это хреновая идея. Как будто бы так только хуже становится. Поэтому я стараюсь вот так вот именно буриться. Прямо в ядро, в самый центр. Добывать все самое сочное, как можно быстрее, как можно лучше. Так, вот здесь уже можно, наверное, выключить всю эту тему. И чтобы нас начало откидывать туда-сюда. Так, здесь уже вроде как без разницы. О, вот в узком пространстве неплохо так получилось напрыгать. Но, эх, как забуриться того ремини? Почему он меня так жестко откидывает? Я хочу прокачку, чтобы меня вообще не откидывало. Так, в шоп заходим. Что у меня есть дальше? Вот эта штука что требует? 50 тысяч железа. Блин, ну тут еще есть апгрейды, которые меня интересуют. Давайте трастеры качну. Все же посмотрим, насколько они хороши. Так, броню хотел я доделать. Поэтому докачиваем ее до максимума. Дальше у нас переработка ресурсов. Еще более крутая, поэтому силикон нужен. Так, дальше есть алюминий регенерация у нас. И алюминий, это у нас дополнительная броня. По разу качну, чтобы просто было. Так, и дальше возможность буриться. Еще более эффективно качнем. Также преобразование денег. И еще появился еще дроп-буст какой-то. Количество денег падающее из блоков. Звучит интересно, поэтому качну пару раз. Как минимум. Так, вот эту штуку доделаем до потолка. И вот эту штуку тоже хотя бы разок. Тут еще есть какая-то сифон-экспендер. Но он стоит 900 миллионов. Охренеть просто. Нифига себе 900 миллионов. Это нифига себе немаленькая сумма, хочу вам сказать. Так, ладно. Ну, пока прям все классно идет. Прям хорошо. Кстати, пока я тут бурюсь, хотел сказать, что заходите в мой дискорд. Заходите на мой буст. Заходите на мой телеграм. Все ссылки в описании. Конечно же, рад вас буду, конечно же, видеть в дискорде. Потому что там мы можем поболтать. В телеграме в основном и всяческие новости, анонсики и т.д. и т.п. Ссылочки на игры. Ну, а на бусте дополнительный контент. Плюс всяческие бонусы можно получить. Если вы не знаете, что за бонусы, всегда можно почитать у меня про них на самом бусте. Так вот. Да и, в принципе, если хотите меня поддержать рублем в это тяжелое время, когда нет нормальной монетизации на ютубе, вообще великолепно. Так. Огромное вам спасибо за это, конечно же. Я вас за это в титрах в конце ролика указываю. И всякое такое. Если вдруг вы еще это не заметили. Кстати, нифига себе. Я взял регенерацию. Теперь у меня, в принципе, не заканчивается топливо. Смотрите, что я делаю просто. Я просто спокойно весь силикон на этой карте сейчас выкашу. Сделаю целый круг вокруг этого алюминия. И вообще, как бы, мне ничего не сделают. Что вы мне сделаете? У меня здоровье обратно восстанавливается. Ядрыть. Вот это, конечно, я прокачку взял. Жесть какая-то. Вау. Блин, мне реально в эту игру хочется подставить звук только Соника. Чтобы я такой... Летаю и здесь все рублю. Так. А если я попробую в алюминий воткнуться? Я зарегенерируюсь? Или меня сейчас размотает просто максимально шустро? Так. Если я вот так вот начну вращаться... Не, ну смотрите. Алюминий я все же добываю хоть как-то. Если сравнить с тем, что было до этого, то намного эффективнее. Но очень долго, конечно, регенерация у меня идет. Есть еще ощущение, что если даже до ядра доберусь, то это не решит мою проблему. Потому что, скорее всего, ядро имеется... Неет какую-то прочность, какую-то защиту так же. Так. Есть еще Ор Пурифай у нас. Для этого потребуется 15 тысяч алюминия. Ну, регенерация мне понравилась. Звучит как очень даже приятная штука. Так. Давай с алюминий дальше прокачаем вот это добро. Так. Прокачаем с вами регенерацию. Больно мне понравилась эта приколюха. Добавим еще брони. Добавим еще Орсифона. И вот этой вот штуки. Которая у нас осталась. Можно, в принципе, вообще все оставшиеся ресурсы допродать. Купить что-нибудь неплохое, наверное, себе. Поэтому я вот так вот сделаю. И можно вот эту штуку прокачать до восьмого уровня. После чего конвертация валют станет немножечко более крутой. И, в принципе, надо бы уже следующую планету так-то открыть. Но я так увлекся уничтожением этой планеты, что другие еще даже смотреть-то не хочу. Хотя, возможно, другие планеты я пока до них и не достану. Поэтому, может быть, оно и не горит. Но я пока про это не знаю. Так что... Да. Так, ладно. Сейчас я просто хочу попробовать добраться до ядра. Посмотреть, что будет. Если я доберусь до самого ядра. Смогу ли я сломать всю планету, если я так сделаю. Поэтому сейчас посмотрим. Так, вот все. Я прокопался. Бам! Ну да, ожидаемый эффект. Зато я увидел, как я уменьшил само ядро. О, значит, я близок к тому, чтобы развалить всю эту планету. Но, как бы, да, есть тут некоторый нюанс, что все же я недостаточно силен. Возможно, кстати, если я сейчас пробурюсь, смотрите, как я попробую сделать. Сейчас мы с вами прокопаем дырку вот здесь к ядру. И я попробую сохранить все здоровье. Ну и то есть не сохранить все здоровье. Я постараюсь, чтобы оно зарегенерировало обратно. Я вот сейчас вот так вот пробью, пробью, пробью. Главное успеть отскочить. А то я так возьму и отъеду сейчас. Просто максимально глупо. Так, вот здесь просто возьмем. Дальше пока продолжим добывать все остальное добро. У меня здоровье все равно прибавляется в плюс, как вы видите. И я пока покатаюсь, пока у меня 1100 не станет. Заодно все равно все ресурсы соберу, которые меня интересуют. Вот скорости, единственное, не хватает. Хотелось бы гораздо быстрее здесь кататься по всему этому добру. Но пока чуть не выходит. 50 тысяч железа, кстати, нужно было. 50 тысяч железа я могу собрать. Все, 50 тысяч железа у меня есть. После этого можно купить себе апгрейд на открытие следующих планет. Посмотреть, что на них можно будет добыть, если это так работает, если я правильно понял. Там написано, открывает планеты второго уровня. И вот нужно добраться до этого. Посмотреть, что за планеты второго уровня. Так, силикон добываем. Так, в алюминий не втыкаемся, потому что мне хп нужно добыть. А то я вот хп как раз потерял, потому что в алюминий немножко воткнулся. Алюминий, блин, меня все еще бьет, к сожалению. И весьма неприятно. Так, 1100 хп. Давай, быстрей, быстрей, быстрей регенерируй. Ну, как я понимаю, регенерация нужна именно, чтобы долго в планете копаться. Так, а что вот больше она не регенерирует особо? Вот как будто до этого прям быстро шла регенерация. Сейчас такая, ну я вот все, вот я устала. Или если я ближе к ядру, или сложнее ресурс добываю, у меня больше как-то регенится. Или у меня зарушение, в принципе, ресурса дается здоровье. Может быть так это на самом деле работает. Просто я не вник. Так, ну все, у меня полное здоровье, куча силикона. Так, поехали. Все, сейчас я посмотрю, что будет, если я вот сейчас воткнусь. Так, вот аккуратно. Так, бам. О, слушайте, план-то рабочий, смотрите. Я вышел после первого удара, мне нужно было просто отскочить. Так, и у нас появилась прокачка вот этой штуки. Здесь у нас есть, так, дрил дэмэдж. Что же за железо? Окей, хотя бы как минимум это уже было не зря сделано. Так, дрил дэмэдж, это круто. Так, еще прокачаем вот здесь дрил дэмэдж. И прокачаем вот здесь дрил дэмэдж за железо просто. Также конвертация. Так, вот эту штуку прокачаем. И еще немножечко обычной регенерации. Регенерация штука хорошая, как оказалось. Звучит, как будто бы особо оно и не надо. Так, а что за планеты второго уровня? Вот у нас тут появились вопросики, но я ничего с ними сделать не могу. А, вот, заметил, кстати говоря. Смотрите, у нас планета стала серенькой. И это у нас луна. На ней есть камни, уголь и... Этот, серо. Но прикол в том, что, чтобы мне туда попасть, нужен миллион. Поэтому сначала нужно миллион нафармить. Поэтому фармим миллион, как-никак. Но сейчас это не так сложно, поэтому вполне себе я этим могу заняться. Так, я не уверен, что сейчас хочу все же атаковать ядро. Потому что я видел, что... О, слушайте, а я как будто бы еще... Я еще быстрее метал. А, я понял, кажется. Слушайте, у меня иногда вот прямо... О, я понял, как правильно трастеры работают. Во, теперь, когда нет сопротивления, смотрите, как я могу делать, оказывается. Во, а раньше это было сопротивление, поэтому трастер так не работал. Потому что у меня статы были недокачаны, и я не мог такое провернуть. Ядрить это красиво. Просто посмотрите, какая лепота. А, я вообще теперь вообще кайфую. Вот это... Это просто лучшая игра, ребята. Я не знаю, если для вас это не сатисфай. Если ваш глаз это не радует, то я не знаю, что вас радует. Потому что мне дико это сейчас доставляет. Хочу больше разрушений. Это кайф, это приятно. Так, а можно... Вот застрял теперь, вот смотрите. Вот она как-то неправильно работает, как будто. Но тут от того, как мы прокачаем наши трастеры, как я понимаю. Или как мы прокачаем наш урон. Но, ядрить, я могу просто вот этот весь алюминий взять. И подчистую собрать. И у меня хп при этом теперь не тратится. Это круто. Так, ну-ка, смогу я теперь забуриться? Давай вниз. А вот вниз она так не работает, с этим трастер. Он только влево-вправо как-то работает. Ладно, давайте сейчас попробуем. Мне нужно стукнуться разок и отскочить от ядра. Тогда получится, как я и хотел до этого сделать. Так, ну ладно. Так, чпонька один раз задел, все, отскакиваем. А ядро в центре-то жарит, походу. Или нет? Я вроде восстанавливал здоровье, не? Или мне показалось так? Так, окей, что у нас есть? Майлстоунс. Что-то новое. Сколько стоит? 800 тысяч, блин. Не хочу пока покупать майлстоунсы. Что-то дороговато, как-то мне кажется. Так, есть возможность буриться еще круче. За алюминий, конечно же, это я прокачаю. Хочу. Так, это что такое? Critical Strike. Шанс нанести множественный урон. Слушайте, круто. У меня был миллион, кстати. Я мог, по идее, купить себе следующую прокачку. Точнее, следующую прокачку, следующую планету. Ну ладно. Сейчас сначала доделаем вот это. Еще раз забурюсь я, конечно же, сюда. А потом заработаем с вами ту самую прекрасную сумму. Так, ну-ка, теперь я могу вот так вот делать, да? Правильно понимаю? Просто зажимаю и все. Ну здесь как-то не так красиво получается, как до этого было. Но окей, это тоже работает. Трастеры непонятные. Они то работают, то не работают. Вот смотрите, если я ничего не делаю, мы просто банально застряли. И трастер не хочет работать. Но если я вверх-вниз начинаю водить, то как бы оно лучше. В разы, видите, я прям так гладенько начинаю проходить. Даже больше, как будто бы, больше разрушений начинаю нести этому миру. Во, во-во-во-во, опять вот оно пошло, как прям надо. Вот это вот просто красота, когда так идеально, ровненько, просто четенько вот так вот начинаем проезжать. Вот тут самый кайф. Кстати, за миллион еще был какой-то экстрактор, который я не смог себе в прошлый раз купить. Хотелось бы посмотреть, что это за экстрактор такой. Потому что вроде с ним добыча ресурсов лучше должна стать. Так, ладно, надо отсюда выйти, зарегиниться. Так, вот здесь вот я сейчас прокачусь и быстренько здоровье восстановлю. Правильно, правильно. Ну давай, давай восстанавливай уже мне здоровье. А то я огромную часть потерял, мне это совсем не по душе. Так, все, снова в алюминий влетел. Но походу от расстояния от ядра зависит, что ли. Потому что сейчас я, например, здоровье восстанавливаю, хотя до этого я терял. Наверное, чем ближе к ядру, тем больнее мне прилетает. Логично, конечно, но про это нигде не написано. Так что узнать я про это могу только нативно, подпробовав, потыков. Так, да, да, реально, чем ближе к ядру, тем больнее начинает меня офигачить. И это страшно, страшно. Получать урон неприятно. Так, давай сюда, ща я пробьюсь. Иди сюда, ща мы тебя накостыляем. Так, ладно, не накостыляем. А, я понял, в чем прикол. Ближе к ядру плотность возрастает. Все, я до меня доперла. Там гораздо больше алюминия в принципе находится. Он там более плотно лежит, поэтому так дофига урона-то и влетает. Ясно все. А здесь просто по чуть-чуть дамажит, поэтому в плюс как бы больше я выхожу, чем во всех остальных моментах. Но я уже 2 миллиона нафармил. Я в принципе, если что, здесь больше зашел пофармить, чем конкретно алюминий собрать и до ядра добраться. Все же мне нужны и остальные ресурсы. Так, вот так вот сейчас красивенько здесь проедемся. Здоровье-то восстановим. И попробую снова забуриться, алюминий собрать. Так, давай, 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 давай. Алюминий мастерство мне там качай уже. Я сейчас просто вот так вот забурюсь, пофигу, что даже разнесет меня, зато смотрите, сколько денег. Так, и у нас появляется возможность... А, не 9 же миллионов, а 900 миллионов. Блин, что-то я перепутал, хотел сифон экспандер этот купить, но не сегодня. Так, шанс крита за 1 миллион. Фиг его знает, насколько он мне нужен. Я сначала хочу купить планету. Так, все купили с вами луну, прекрасно. Так, но сначала вернемся обратно. И что я еще могу здесь проапгрейдить такого интересного? Так, силу бурения, конечно же, еще хочу прокачать, поэтому по-любому я ее прокачиваю. Также возможность буриться вот здесь прокачаю. Еще больше регенерации. В этот раз прямо почти по максималке вложусь. И дальше уголь у нас появился. А как раз таки уголь мы с вами и разблокировали, как новый ресурс, еще и лед. Ледяное топливо какое-то здесь присутствует. Так, максимально вот это добро прокачал. Дальше камни. Камни мы как раз сейчас будем добывать, потому что здесь они и разблокируются. Здесь вообще сталь какая-то требуется. Здесь у нас будет камень, уголь и серо. Окей. Это маленькая планета. Вопрос, насколько прочная? Так, ну, судя по всему, вообще не прочная. Хотя нет, ладно. Серая очень даже... Очень даже неприятная. Окей, я-то думал, что здесь халява какая-то будет. А на деле, вот смотрите, нифига так просто не выходит. Все же луна крепче, чем сама планета оказывается здесь. Ну, вот такая вот у них здесь... Хотел сказать, солнечная система, но не знаю, что здесь вообще такое. Ну, короче, да, система, короче. Так. О, зато как хорошо по камню-то проезжаемся. Вот камень вообще без каких-либо вопросов можно хреначить. С углем немножечко все сложнее. Но, с другой стороны, сейчас я их соберу побольше. Хотя бы первоначальное количество ресурсов мы сами собираем. Я сейчас мастерство набью, все дела. И возьму новые апгрейды, которые позволят все делать намного эффективнее. Так, давай. И после этого я все же еще хочу разобраться с самой первой планетой. Что это такое? Ганпаудер. Разблокируем ганпаудер. А как он работает? Позволяет мне крафтить его. А как мне его крафтить? Гранаты. Так, вот это что такое? Скор... Оооо! Вот чего мне не хватало, так это скорости. Вот, наконец-то. Отлично. Так, ганпаудер. А как ганпаудер-то делать? Позволяет крафтить его. Окей. А в чем он? Сам в себе крафтится? Здесь вводя нет другой кнопки. А, вон крафтинг. Господи, я его не видел. Так, скрафтим. Все, я все скрафтил? Или у него какое-то... А, какое-то время требуется на то, чтобы она скрафтилась. Окей, пускай крафтится. Я не против. Ганпаудер очень нужная вещь. Здесь много интересных штук разблокируется за счет него. Поэтому я еще добуду немножечко. Надо прямо вот сюда, да, вот забуриться ровно в центр. И собрать побольше сульфура. Что я и сделаю. Ну, капец урона, конечно, получаю. Мне еще, в принципе, обычный камень нужен и всякое такое. Но я немножечко хочу больше ганпаудер получить. Так что, да, получу сейчас люлей, повзрываюсь. Поменьше денег получу. Зато сульфур будет. Так, и еще разочек, наверное, можно. Можно, можно. Давайте еще разок я воткнусь. Так, о, давай. Давай, добирайся ты. Все взорвались. Так, ганпаудер произвелся. Позволяет гранаты использовать, нажимая пробел. Так, позволяет увеличить урон от гранат. Окей. Так, дальше остальное пока заблокировано. Но ничего, потихоньку производится. И что я тут еще могу приобрести? Так, ганпаудер 50. Нужно, чтобы создать какой-то шок вейв. Так, все, крафтим дальше. Пусть производится. Гранаты у нас есть. Нужно на пробел нажимать, чтобы юзать гранату. Так, и вернемся на вот эту вот планету. Сейчас заюзаю гранату. И это все? Охренительные гранаты. Все, что могу сказать по этому поводу. Просто чудо, а не гранаты. Так, ну ладно. Зато на этой планете, вот на основной планете прекрасно добывать ресурсы. Просто тут, тут, тут тебя чувствуешь великолепно, да нельзя. Так, только вот единственное хочу... Оп, 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 смотрите. Почти уничтожил ядро. Возможно, я, конечно, зря так сделаю, если я избавлюсь от одной из планет. Если это так реально будет. Но я престижную планету x3 блок, health и x3 ресурсы. Престижнуться. Престижнуться. Так. Рестарт. Она стала престижной или что? А, планета 2 стала. Вот что это означает. Я думаю, что первая планета. Сейчас, смотрите, мы с вами улучшили здесь локацию. И мы получаем ресурсов в три раза больше. Ну, понятное дело, планета стала сложнее. Но добывать железо вообще халява. Типа, железо нам вообще можно без каких-либо вопросов добивать. Но я зато уничтожил целую, блин, планету. Наконец-то. Что-то новенькое у нас. Первая планета уничтожена. Прекрасно. Но я хочу идти дальше. Хочу открыть больше приколов. Так, я еще гранаты могу использовать, которые вообще не дамажат на этой планете. Не знаю, гранаты пока как разочарование выглядят. Но понятное дело, что это на данный момент. Дальше-то потом что-нибудь поменяется наверняка. Так, ладно, давайте в силикон забурюсь и скорее рванусь. Вот здесь вот так вот. Все прекрасно. Так, что у нас появилось? У нас появилась шок-вейв. Хочу посмотреть, что за шок-вейв. Как его использовать? Тут не написано, как его использовать. Но, надеюсь, на деле разберемся. Так, шанс крита добавим. Так, увеличим количество руды, которое мы с вами можем переплавлять. Так, еще Майлс Тонс не разблокировал. Теперь разблокировал. Так, теперь алюминий мы броню докачаем. И здесь есть еще лед, силикон. Кстати, за силикон что это? Какие-то круглые таблички. Ну ладно, допустим. Если я про это перевел, я что-то особо не нагружал мозг на тему того, что там вообще написано. Так, это что такое? Электричество из разрушенных блоков будут давать. А что дает электричество? Так, электричество требуется... Во, чтобы... 200 пороха надо, чтобы разблокировать какую-то новую приколюху. Допустим. Так, железо оставшееся перегоняем в ресурс. И перегоняем все оставшиеся тоже в ништяки. Так, Майл Стоунс. Это у нас своеобразные ачивки, как я понял, да? Так, скины. Майл Стоунс. У меня скинов пока нет. Ну, допустим, это ачивки, скажем так. За ачивки получаем всякие приколдесы. Так, а что здесь у нас? У меня заряжается электричество. Можно 600 электричества зарядить, но... А можно электричество продавать, которое я генерирую в таком формате? Если да, то круто. Так. Камень, смотрите, камень могу добывать. Получая немного урона, но, в принципе... В принципе, реально добывать камень, знаете, без каких-либо особых проблем. Но вот с Сульфуром проблемки у меня некоторые есть. И так что... Так его халявно я не добуду, но я его могу конвертировать потом в порох. Поэтому пускай крафтится порох. Больше пороха, больше огня. Так, и... Капец, у нас сколько еще прокачек. Это лишь только начало. Капец, как мне нравится эта игрушка. Не знаю, конечно, будет ли достаточно лайков, чтобы вышло продолжение. Но поддержите данный ролик лайком. А также подписывайтесь на мой канал. Заходите на Дискорд. Заходите на мой Бусти. Заходите на мой Телеграм. Все ссылки в описании. Буду рад, конечно же, вас там видеть. Всем спасибо за лайки, за поддержку. Люблю вас. Ну, а с вами был Кристалл. Скоро увидимся. Всем удачи. Всем пока. Спасибо тебе большое за твою огромную, щитреньшую, прекрасную поддержку.